всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы будем смотреть вот в таком формате расклад я буду показывать вам карты как многим из вас нравится почему именно этот расклад и именно в таком формате расскажу во первых я получила одну из четырех колод новых которых я говорил вот ее коробочка это таро привидений вот и поскольку это новая колода для меня на просторах ютуба она конечно же уже существует давно многих таролога вы могли ее видеть именно поэтому я захотела показать вам не то чтобы обзор но арканы именно данной колоды поэтому я ее выбрала что касается для коллег если вам интересно мое мнение по поводу этой колоды я к ней давно приглядывалась я слышала мнение о том что с ней работают люди занимающиеся черной магии на вот но когда я ее взяла в руки она мне не показалось совсем темной для меня это колода по энергетике такая достаточно мягкая теплая обволакивающая она добрая в ней нет ничего по крайней мере для меня да каждый считывает индивидуально нету в ней ничего такого чернушного темного хотя это привидение для меня вот именно энергия от этой колоды такая добрая знаете обволакивающая заботливая безусловно энергия ностальгии потому что все-таки это приведение приведение знаете какой-то вот такой утраченной души которая не может двинуться дальше которая слишком привязана к своему телу и как правило приведения эти это те сущности которые не могут двинуться дальше на перевоплощение потому что они не осознают того что их жизнь завершена то есть они продолжают точно так же как и мы во сне проживаем какую-то жизнь вот им кажется что они живут так что они живы тела нет то есть осознание смерти нет утраты теле тела именно вот такую энергию я исчитываю то есть знаете какая-то вот ностальгия добрая теплая когда у меня ассоциация с тем что когда лето заканчивается до последние теплые деньки и вот вспоминаем о том как это было хорошо да потому что впереди будет холод впереди будет такая пора не очень-то комфортная для человеческого тела и вот такая вот ностальгия об отпуске либо каких-то детстве приятных воспоминаний вот я бы назвала эту колоду приятных воспоминаний таких и при этом эта колода для меня немножко ретро именно в понятиях каких-то качеств да вот когда мы говорили о доброте а честности да а благородстве вот где-то девятнадцатый век у меня вот такие ассоциации с этой колоды поэтому я ее считаю немножко ретро по энергетике да но она такая добрая да нету ничего такого агрессивного и картинки на самом деле они не такие страшные это вот для тех коллег кому интересно мнение почему именно вот это вот колода в моем арсенале и в соответствии с этим расклад который я буду делать называется он связь души и музыки я не случайно выбрала эту именно колоду с для этого расклада расклад предложила светлана дубина светлана благодарю вас благодарю за ваши комментарии я всегда под видео уже мой под роликом ютьюбе да всегда читаю комментарии вот и поскольку в принципе одни и те же люди пишут да то есть я запоминаю ваши ники ваши истории то о чем вы пишете кто пишет когда пишет и я вам конечно же благодарна за ваши комментарии за ваши лайки и дизлайки вообще за вашу активность на моем канале мне очень приятно тем более что как я понимаю уровень людей которые смотрят мой канал на канал самопознание достаточно высокие вибрации у вас высокие независимо от того какой этап жизни вы проходите насколько он трудный сложный либо легкий неважно уровень осознанности достаточно высокий присутствует и так связь души и музыки для меня что душа что музыка лично для меня в моем понимании этого достаточно созвучные вещи я бы сказала в какой-то степени синонимы вот расклад я не планирую делать большим хотя я никогда не знаю рассмотрим и два вопроса как просила светлана это влияние музыки на нашу душу насколько она влияет и какую музыку предпочитает наша душа и поскольку вот таро приведение это про состояние души вот мне кажется что она будет идеально подходить для сегодняшнего расклада вступление такое вот большое но мне казалось что она была необходима делаю расклад я имею ввиду на этой колоде впервые я ее не тестировала я не люблю этим заниматься то есть если работаешь работой зачем что-то ну то есть сразу она идет у меня в работу поэтому выбирайте пожалуйста позиции все как обычно 1 2 3 позиции до голубенькие красненький зелененький камешек вся необходимая информация как записаться ко мне на консультацию все что связано со мной есть в описании к любому моему ролику разве разворачиваете информацию и перейдя по ссылке необходимой для вас получаете информацию ну что приступим давайте позиции номер один голубенькие камешки его так вот немножко вперед выдвину чтобы вы понимали что это вот вот эта вот позиция влияние музыки на вашу жизнь насколько музыка влияет на вас первая позиция ну смотрите даже не разбираясь в картах видно там видно восьмерка жезлов вообще сама картинка да если считывать как не как-то рок как оракульные влияние такое да знаете даст ой извиняюсь достаточно мотивирующие да то есть сильно вас музыка больше вдохновляет да то есть когда вы слушаете какую-то музыку либо какую-то мелодию да она вас наполняет состояниями да то есть как правило если вас не очень хорошее настроение вы поднимите поставите музыку на настроение может подняться но иногда бывает так что вы включаете музыку и вот попадаете вот это состояние какой-то ностальгии какой-то вот знаете это приятное состояние это теплое состояние то есть это не грусть когда вот мне неприятно дискомфортно а наоборот когда вроде бы что-то уже прошло но вспоминаю об этом вот с теплотой что ли с благодарностью какой-то то есть влияние здесь я не могу сказать сильное не сильно достаточно активная да то есть ваша душа поет ваша душа летает да то есть я могу предположить если вы занимаете медитациями то вот и включаете фоновую музыку обращайте на это внимание потому что музыка может вам зависимости от вибрации до поднять вас достаточно высоко то есть может помочь да здесь она выходит неким таким помощником как еще влияет музыка на вашу жизнь королева мечей она помогает вам расслаблять здесь сразу два момента один момент она успокаивает ваш мыслительный процесс да то есть вы можете полностью опустошить свою голову когда очень много мысли просто знаете включаете музыку погружаетесь и улетаете да то есть глава пустая ни о чем не думаю вот даже не фантазируете а вот идет знаете как будто бы перезагрузка и в этот момент голова пустая но вот реально пустая ни о чем не хочется думать так хорошо вот такое зависание но приятное зависание которое помогает вам дальнейшем потом как-то мыслить немножко иначе это с одной стороны с другой стороны если вы практике здесь музыка помогает вам в прорицательных если правильно говорит слова моментах каких-то то есть вы включаете и у вас могут появляться какие-то видения под музыку да либо вы музыку можете ощущать то есть здесь именно как-то музыка влияет на структуру вашей души вот так я скажу то есть зависимости от того что вы слушаете да вибрации этой музыки они как будто бы влияют на состояние вашей души и душа подстраивается до под данные вибрации и как-то вот мне структуру показывают как еще влияет музыка на вашу жизнь король жезлов знаете придает какую-то вот не хочется сказать что вот настроение поднимается но здесь как будто бы знаете вот лидерские качества здесь желание двигаться дальше да желание прям появляются такой вот оптимизм музыка наполняет вас как будто бы энергии но здесь не энергия наполнения а еще расскажу меняются структура состояние вашей души она как будто бы подстраивается под мелодию то есть если вы включите какой-то марш то вот вам прям сразу захочется шагать допустим на месте либо как-то вот ритмично совершать какие-то действия да если вы включаете вальс вот ваша душа хочет крутиться хочет парить хочет вальсировать то есть вот здесь вот такое состояние да но однозначно какую бы музыку вы не включили вас музыка ведет вперед она мотивирует мотивирует на что-то такое хорошее приятное вы не слушаете тяжелую музыку вы слушаете многим из вас просто нравится какой-то вот инструмента я бы сказал даже не песни а скорее всего именно мелодия инструментально дальная если правильно говорю когда просто даже без слов поставили какую-то мелодию и начинаете с ней сонастраиваться либо мне почему-то здесь идет классика причем знаете классика в контексте данной колоды может быть шопен да кому-то нравится ноктюрн кто-то что-то там слушает такое под мне показывает но в общем мелодия такая гармоничная такая который вызывает воображение картинки мягкая если это что-то все-таки из попсы то это будет такое знаете танцевальная танцевальная подвижная но у меня ощущение что как будто бы вы в слова не выдаетесь ну то есть текст лирика вам не совсем важны если это все-таки песня а не мелодия вот вам скорее всего важен сам ритм да вот вы сонастраивайтесь здесь у меня сразу хочется сказать что если кто-то из вас практиковал шаманизм вот именно под бубн вы можете достаточно быстро входить в какой-то экстаз да то есть вот что-то такое монотонное ритмичное может быть даже молитвы если вы входите например там я не знаю в мечеть в церковь и богослужитель когда начинает исполнять там я не знаю как называется молитвы вот это вот как этот песни которые посвящены богу я не знаю как они называются вот они на вас очень хорошо и позитивно влияет независимо от того какой религии вы какую веру вы исповедываете если не вот прям найти расслабляет наполняет вас это вот даже если допустим вы там христианин но каким-то образом допустим поехали путешествовать на восток и слышали и мамы или как он называется исламского богослужителя да когда он поет молитву вас это как-то вот завораживает да то есть вообще что-то такое чуже странное в контексте песен вас очень прям вот трогает да как-то завораживает я не знаю даже не понимаем ни слов не понимая вообще о чем это главное чтобы она была такой мелодичная то есть вы не любите резких звуков вы не не любите таких знаете вот скрипящих корябующих вот у кого-то даже есть тема когда по стеклу ногтем проходишь вот прям противно такое отвращение да поэтому вы любите что-то такое гармоничное мелодичное достаточно спокойно если это даже еще раз повторюсь если это какая-то попса танцевальная то здесь важно именно само движение до сами ритмы если кто-то из вас не пробовал динамическую медитацию попробуйте вам она очень подойдет если кто не знает забейте на ютюбе посмотреть что такое динамическая медитация хорошо какую музыку предпочитает ваша душа давайте посмотрим так интересные моменты картинки видите ровно вроде ровно подвину какую музыку предпочитает ваша душа ну во первых а диатка мечей о чем не говорит иногда у вас бывают моменты самобичевания и вот девятка мечей и говорит о том что когда знаете вы либо хотите себя наказать вот это вот внутренние потребности это сейчас неосознанные моменты да я вам говорю то есть вы можете не понимать но иногда вот такое знаете какая-то боль в душе до чувство вины но неприятное что-то такое когда вы опять-таки повторюсь и скажу как будто бы хотите ну занимается самообичеванием хотите себя наказать до когда-то вы не удовлетворены собой да вот такую вот тогда вы можете поставить какую-то музыку которая должна у вас вызвать знаете не то чтобы агрессию но она но то то есть здесь может быть рок например в каких-то моментах да причем heavy metal такое что-то значит очень тяжелое но не потому что вам это нравится потому что именно вот эта вот музыка она как будто бы право провоцирует вас на негативные эмоции чтобы они вышли то есть здесь не негативный аспект идет а терапевтический аспект идет да то есть вот я допустим послушаю сейчас тяжелый рок да вот у меня появится вот это вот желание да кого-то там ну я знаю бить подушку либо я не знаю кричать либо еще что-то имейте ввиду что это вот столько всего вас накопилось невысказанного да что вы прям вот нуждаетесь в том что вот этот негатив вышел из вас на и поэтому здесь идет терапевтическое также здесь идет моменты когда вы ложитесь спать ночью да кто-то может слушать видите пальцы как он меня делает до росла расслабляющую мелодию дождя да то есть вот вам очень очень нравится когда дождь капает вот он как будто бы монотонно так делает да по стеклу либо как-то по подоконнику да вот этого стучит вот это вот вам тоже нравится такое успокоение да то есть здесь как будто бы вы засыпаете под музыку многие даже засыпают оставят как-то фоново и засыпают под музыку какая музыка еще раз скажу музыка здесь семерка кубков да это то что включает вас воображение ставите себе достаточно приятную комфортную какую-то мелодию вот и она и понеслась да как говорится сразу пошли картинки воображение воспоминания ощущения чего-либо так это что у нас это у нас тройка педаклей а еще вы любите мне кажется вот под музыку мечтать да хотя бы себе в принципе последнее время не то чтобы запрещали а как-то вот забыли в детстве больше было такого когда включали музыку и вот прям знаете зависали начинаете как-то мечтать воображать фантазировать как будет это как будет то сейчас период такой что вы как будто бы забыли это вот но вашей душе нравится когда знаете вы когда под музыку как будто бы визуализируете то что вы хотите получить да почему потому что тройка педакли у нас все-таки говорит о строительстве да то есть девушка и здесь вот приведение что-то помогает ей строить то есть совместно с музыкой вы как будто бы помогаете друг другу выстраивать что-то то есть когда вы хотите что-то реализовать да либо здесь могут быть такие рабочие моменты когда особенно если вы работаете руками да ну например если вы был мужчина я бы сказала если вы работаете на стройке да вам нравится ставить какую-то музыку и под музыку работать независимо даже от того ну не знаю там красить белить то что позволяло бы услышать музыку да потому что я понимаю что настройки могут быть шумы и так вот здесь вот что-то такое то есть вам под музыку как говорите нам песню строить и жить помогает вот я не знаю почему вспомнились эти стихи так вот здесь что-то такое да вот вам помогает поэтому если вы хотите визуализировать включается обязательно аналогичную музыку нас и настраивайтесь и после этого и визуализируйте то что вы хотите получить для большего результата так это у нас с вами была первая позиция жду ваши обратной связи по колоде как и что отодвигаю что там у меня показано это был голубенький камешек а мы с вами переходим в позиции номер два вот сюда вперед поставлю чуть видно 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 чтобы вы понимали да красненький и давайте посмотрим влияние музыки на вашу жизнь сразу три карты выложено смотрите это двойка кубков очень красивая карта двойка кубков это я так понимаю либо это паш мечи по моему паш мечей да нет это по моему туз мечей а нет это пожить паш педакли и паш мечей если это даже не так то сейчас у меня по крайней мере так идет информация то есть если коллеги тарологи разбираются в эти колоде да то пока мне почему-то кажется что это так какое влияние вот в вашем случае да как будто бы музыка она дает какие-то вам шансы на шанс выразиться до возможность как-то здесь вы пишете стихи поэтому я не случайно сказала выразиться да я имею ввиду что когда вы слушаете музыку такое ощущение что кто-то просто отдельно пишет стихи а про то по кто-то вот просто слышит и ну слушает музыку у него сразу рождается текст выражает именно через лирику через стихотворение какие-то свои эмоции до либо гармоничные какие-то состояния либо воспоминания о былой любви на как еще влияет ваша музыка она знаете она вас как будто бы вот по пашу пентакли она как будто бы вас развивает то есть включает вот какой-то интерес вы возможно что-то слушаете то есть здесь могут быть такой достаточно широкий спектр музыки которые вы слушаете то есть мне кажется в нету человек который выбирает одно какое-то конкретное направление и вот полностью только его слушать то есть вам интересно изучать вам интересно например и слушать мелодии там я не знаю разных народов да здесь такое тоже может быть здесь также может быть то что если сейчас я не знаю как но вот то если вот вы учились например школе либо учились где-то в институте, мне показывает так, что вы включали музыку и под музыку изучали что-то, да, то есть домашние задания, писали уроки, и вот эта вот привычка у вас осталась, и когда вы, я не знаю, что-то там пишете, конспектируете, вы всегда ставите музыку. Здесь даже не для настроения, а просто она фоновая, вот у меня такое ощущение, что вот вам это просто нравится, и она вам не мешает, то здесь не то, что вы ставите так просто тихо, а вы можете нормальную громкость поставить, и при этом прекрасно, там, я не знаю, читать книги, что-то изучать, то есть она вам не мешает. Вот музыка в вашем случае, это вот как будто бы ваш друг, что ли, мне хочется сказать, какой-то вот тотем ваш, да, сила, вот в музыке для вас это ваша сила, это состояние вашей души. Какая связь? Музыка вас гармонизирует, музыка вас где-то как-то успокаивает, возможно, музыка помогает вам даже вспоминать, здесь именно воспоминания, здесь не фантазия, а здесь вот какие-то воспоминания идут, да, и когда вам нужно наполниться энергетически, вы можете включать музыку, и вам от этого будет хорошо, но здесь какое-то вот такое, знаете, вот медленное, почему-то мне идет что-то, что-то такое может быть грустненькое, но здесь вот прям мотивирует на выражение своих мыслей, может быть, кто-то ведет дневник, да, под музыку как-то записывает, а может быть, кто-то старается писать, как я уже сказала, да, стихи, песни какие-то, свои собственные песни. Мне хочется вот здесь вот этих пажей уточнить. Знаете, вот вам нравится музыка такая, может быть, это не для всех, а для кого-то точечно будет, это 100% музыка какая-то мистическая, причем звучание, оно может быть такое, знаете, как в фильмах ужасов, да, ставить такое, знаете, что-то медленное, медленное, потом, ну, нагнетающее, и вдруг такое что-то, такой неожиданный апогей, да, и вот что-то такое мистическое, что-то такое неизвестное. Я не знаю, как это может звучать в музыке, но вот что-то такое сакральное, не всем понятное, вот вы как будто бы улавливаете какие-то вот тонкие моменты. Если, например, вы слушаете оркестр, то у вас либо очень хороший слух, либо вот вы какие-то маленькие нюансы, такое ощущение, что вот вы в оркестре отдельные музыкальные органы слушаете, да, то есть вы четко понимаете, да, здесь могут быть, там, я не знаю, тарелки, здесь скрипка, здесь там, что еще, фортепьяно, что-то здесь басы, то есть вы как будто бы, знаете, вот и по отдельности слушаете, слышите, и все вместе, но при этом вот какая-то музыка необычная, может быть, что-то такое электронное, то есть вы слушаете то, что, как правило, обычные люди не слушают. Прошу прощения. Потому что вы как будто бы в музыке понимаете здесь, а, кстати, еще может быть, что вы считываете информацию, если, опять-таки, точечно, но есть люди среди вас, которые получают информацию через музыку, я не знаю, как это вам объяснить, ну, то есть, допустим, есть люди, которые считывают знаки, да, то есть смотрят там на картинки, там, по повадкам животных, да, птиц, ну, то есть понимают, о чем знаки, а вот для вас, например, как-то музыка, может быть, вы ставите себе вопрос и ответы получаете через песни, через название самих песен, через слова, которые вы слышите в песнях, либо вот ваша жизнь, она как-то вот окрашена разными мелодиями, песнями, то есть вот эта вот песня, она напоминает мне там, я не знаю, о встрече, о любви, а вот эта вот песня, она, например, ассоциирует, то есть у вас очень много ассоциаций, но однозначно что-то сакральное такое, вот мистическое, я даже не знаю, что это за стиль такой, вот не то чтобы скрипучий, но он какой-то вот, я не могу обещать, а, здесь еще может быть космическое, вот, я поняла дома, почему я не могу понять, то есть я не могу ловить, чтобы привести вам пример, допустим, вот это вот такой стиль, да, в музыке, здесь вот какое-то вот космическое, знаете, бывают на ютюбе разные ролики, которые говорят о том, чтобы, ну, сонастройся там на такие-то волны, да, и вот какая-то вот музыка такая необычная, здесь вот про это тоже можно быть. Вот так оно влияет на вас. Давайте посмотрим. У кого-то блок прям, я не могу понять в горле, что-то хотите сказать, что-то хотите высказать, и не получается. Поэтому легче написать вам. Хорошо, какую музыку предпочитает слушать ваша душа? Ну вот прям все фигурные арканы здесь выходят. Рыцарь Пендакли. Двойка Мечей и Королева Жеслов. Вот по Королеве Жеслов сразу могу сказать, что вы любите слушать музыку, которая какая-то добрая она, что ли. Которая включает в вас какую-то искру, желание. Пробуждает вас какое-то желание. По двойке Мечей. Ну грустную нравится. Вот почему-то мне идет о том, что какая-то, знаете, грустная, медленная. Причем здесь интересно двойка кубков, а здесь двойка Мечей. То есть гармонизация. Та, которая музыка, которая вас гармонизируется, настраивает именно ваш ум. Не эмоции успокаивает, а ваш ум как-то успокаивает. Та, которая помогает вам отдохнуть и расслабиться по Рыцарю Пендакли. Какая-то, знаете, вот медленная. Рыцарь Пендакли, он у нас всегда такой достаточно медленный аркан, но вот терпеливый. Музыка, которая помогает вам разгрузить себя, да, вот как-то выброс какой-то, ну, я не знаю, трудности, тяжести. Вот как будто бы сбросить хочется себя энергетически настроить на какой-то вот рабочий ритм, что ли. То, что для вас будет удобно, комфортно. Ну-ка, я уточню. Шестерка Мечей. То, что поможет вам двигаться дальше, то есть выбирать себя. Знаете, здесь как будто бы через музыку вы можете поднимать самооценку. Я имею в виду, знаете, когда настроение не очень хорошее, поставить музыку таким образом, чтобы, ну вот, если девушка, женщина, да, красоваться перед зеркалом, чтобы я сама себе нравилась. Такое ощущение, что вот я смотрю в зеркало, и мне не нравится. Тут он начинает замечать в себе какие-то недостатки, да, морщинки, там, кожа не та, не та упругость, либо еще что-то. А тут поставишь музыку, и это хорошо, и вроде бы, да, все нормально, и все окей, меня все устраивает. Вы начинаете как будто бы заигрывать перед зеркалом. Да вроде бы, ну, мне нравится, я еще ничего, что-то здесь вот такое у меня проигрывает. То, что вам поднимает самооценку, то, что дает вам какое-то решение, да, внутри вас, успокоение. Вот. Все, наверное, больше мне здесь по двойкам сказать нечего. Так, сейчас подвину. Вот сюда, чтобы увидеть. Нет, не вижу я время. Ладно. Это у нас была с вами вторая позиция. Красненький камешек. И мы переходим к позиции номер три. Зелененькому камешку. Карты прыгают. И смотрим. Влияние музыки на вашу жизнь. Троечки. Посмотрим, что нам колода скажет. Турс мечей. Дьявол. Какую бы колоду я ни взяла, тройки, дьявол вас любит. И это классно, да, потому что это жизненная энергия все-таки. И выпадает у нас маг. Так. Видно, да, ровно. Сейчас не могу проверить, я ровно или нет. Но надеюсь, что вам видно. Какое влияние, ну, магическое влияние, да, во-первых, сразу скажу, если вы практик, имеете в виду, что музыка вам просто необходима во время ритуалов, да. Можете, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить, вы можете поставить здесь аналогичную музыку. Мне кажется, что вот в третьем варианте как раз-таки у меня и люди, которые могут любить, например, рок, да, там, тяжелый рок, могут любить текну-музыку, да, то есть, ну, если вы, в зависимости от возраста, конечно же, да. То есть то, что вас собирает и направляет, да, то, что придает вам решимости, такая, знаете, ну, ощущение того, что... Как бы так сказать сейчас, минутку. Принять решение. Вот по тузу мечей, да, либо помогает принять решение, либо вскрыть какую-то правду. То есть здесь ощущение того, что музыка, она как будто бы настраивает вас на нужные энергии. То есть какая-то есть у вас потребность внутри, и в зависимости от этой потребности, да, у вас появляется желание послушать ту или иную музыку. Но вот иногда здесь вот кажется, вот прям по дьяволу, знаете, что хочется какой-то жесткости. Я знаю, что по тройкам у меня проходят люди, которые достаточно такие справедливые, с такой, ну, сильной энергетикой. И вот мне кажется, что здесь вот влияние музыки на вас, оно как раз-таки, знаете, как будто вот сброс вот этой, энергии, не то чтобы мужской энергии, вот какой-то вот воинственности. Ну, то есть есть люди, которые занимаются, например, физическими нагрузками, да, ходят в спортзал, и вот после этого им полегчало. А здесь вот, мне кажется, вот вы можете слушать какую-то такую жесткую музыку, тяжелую музыку, да, прям вот чтобы хорошо так вот по голове побило в этих ритмах, да. Может быть, барабаны кому-то нравятся. Я не имею в виду, как инструмент, да, барабаны установки, а я имею в виду, вот знаете, вот то, что это какой-то гул, дун, дун, что-то вот такое мощное. Вот здесь музыка, она должна выражать ваше состояние силой. То есть вот в музыке здесь прямая связь, есть какой-то вот силы, что ли. Может быть, при ритуалах здесь многие из вас и используют, да, то есть сонастраиваются в призывах. Здесь могут быть... Трубы какие-то мне идут. Знаете, вот как... Не вон, а как он называется? Гонг, да, вот в гонг бьют, вот этот вот металлический. Вот что-то здесь такое должно быть, да. Вот прям вот тяжелая артиллерия, хочется сказать, в музыке. Вот это просто помогает вам выразить себя, да. Здесь ощущение того, что вот вы сильные сами по себе. И если вы работаете, например, с людьми, где чистки идут, да, где вот вы берете на себя негативную энергию других людей. Не знаю, почему мне пошло. Здесь кто-то еще даже работает с зеркалами. Ну, не важно, это вот точечно. В любом случае здесь музыка, вот она как будто бы, ну, помогает сбросить себя все лишнее, да. Причем то, что не ваше, если вы практик. То есть где-то вы как-то взяли на себя, кого-то почистили, например, и энергия к вам перешла. Так вот вы хотите сбросить это, да. Если мы говорим про тузу мечей, да, то здесь, возможно, музыка такая, ну, опять-таки, железная, да. Что-то острое такое, колющееся по состояниям вам просто, ну, вот, нужно. Это еще и с другой стороны, здесь музыка может быть, то есть с одной стороны помощник, да, что вот вас очищает, а с другой стороны какая-то защита, да. То есть мне хочется сказать, вот если вы, почему-то мне кажется, вот эти вот тибетские чаши, да, тоже кто-то, может быть, практикует из вас. И вот такая вот музыка металлическая, она может служить для вас защитой. Я не знаю, понимаете ли вы, что я говорю, потому что я сама не понимаю, но вот идет такая информация о том, что музыка, кроме того, что она сама вас может очищать, но музыка тяжелая. С другой стороны, вы можете попадать в транс, вот именно тяжелой музыки. И в-третьих, она как-то может вас защищать, да, то есть защиту, если вы ставите, например, энергетическую, то есть здесь вот именно вибрации какой-то мелодии достаточно тяжелой, вы какие-то ноты, я не знаю, то ли вы их произносить должны. Ну, то есть есть какая-то вот мелодия, наверное, вы это слушаете, вам это понятно, потому что я ничего не понимаю. Она может служить для вас какой-то защитой. Я не могу понять, как может музыка быть защитной. Ну, вот какой-то щит, да, вот именно металлический щит. Может быть, кто-то из вас хочет щит купить. Может быть, знаете, кто-то из вас сейчас ищет нож. Опять-таки, может быть, даже для практиков, либо вообще для людей, которые любят холодное оружие. Вот, и если вы ищете, то почему-то мне показывают, что какая-то нота будет на рукояти. Ну, то есть, знаете, вот как скрежет что-то такое, да, не знаю, как-то вот мелодия, связь, что-то должно быть изображено на рукояти этого ножа. Либо он сам напоминать будет какую-то музыку, какую-то ноту, какую-то вибрацию. Что-то здесь такое. Хорошо, давайте я еще вот просто уточню. Вот это и дьявола я уточню, да, здесь король кубков. И здесь у нас девятка пендакли. Девятка пендакли удовлетворения. И смотрите, здесь птицы, причем птицы, вот как будто бы феникс, да. Ну, потому что, ну, то есть, красные какие-то они птицы. Птицы огненные, здесь волшебные какие-то птицы падают на дьявола. То есть, вот внутреннее какое-то удовлетворение. Здесь магическое, вот музыка влияет на вас магическое. Вот мне кажется, что вы даже не саму музыку как только вы ее слушаете, а какие-то вот фрагменты. Фрагменты части ставите, причем их соединяете. И вот для вас это вот как будто бы заклинание, да. Вот здесь, а, все, поняла, когда я говорила, тоже защиту, да. То есть, вы можете брать какие-то фрагменты музыкальные, которые вам нравятся, их соединять, склеивать, да, допустим, монтировать. И вот это вот для вас, вот как будто бы это как абракадабра, она будет заклинанием, только вот какая-то музыкальная. Здесь что-то такое. А что касается туза мечей, то здесь выпадает король кубков, да. Здесь, может быть, это что-то связано с любовью, да, с состоянием вот именно наполненности, когда ты умеешь управлять своими эмоциями и можешь это отдавать в мир. То есть, я могу предположить, что связь музыки в том, что вы как будто бы принимаете энергию, перерабатываете ее, да, через любовь, через что-то, то есть, включая музыку, и отдаете в мир чистую энергию. То есть, вы как будто бы являетесь неким таким фильтром. Но не вы сами, как канал, а именно музыка. То есть, вы можете очень хорошо ее использовать в практиках. Она тоже будет для вас вот прям каким-то таким помощником, инструментом. Если вы не думали в этом направлении, то подумайте. Хорошо, какую музыку предпочитает ваша душа? Четверка жезлов. Праздник, то, что дает вам веселье. Здесь паз жезлов, да, у нас выпадает. Жезловые, да. И король педакли. Сегодня в раскладе одни фигурные арканы у меня выходят. Так интересно. Музыка, которая, вот начнем с короля педакли, да. Музыка, которая вас наполняет ваше тело. Музыка, которая приносит удовольствие вот именно как-то для тела. Знаете, здесь еще есть какой-то вот момент терапевтический, да. Вы можете как-то лечить. Мне здесь показывает какая-то такая вот интересная система. Как будто бы вы на тело пациента кладете вот эти вот либо поющие чаши. Что-то такое. Причем есть контакт с телом именно, да. И вот начинаете по этой чаше проводить вот этим молоточком, или как он там называется, металлическим, да. И вот эти вот вибрации, которые создает сама чаша, она как-то помогает вот именно ауре человека, да. То есть излечиться. То есть здесь два момента могут быть. Один момент на расстоянии. То есть человек просто сидит, и вы напротив его проводите вот эти вот каким-то вот что-то металлическое, да. Если это даже не чаша, но что-то такое вот металлическое. И вот вибрации эти лечат. То есть здесь способ, да. И почему я это сказала? Потому что и вам это комфортно. То есть если вы этим занимаетесь, здесь наверняка до того, как вы к этому прошли, вы сами себя как-то лечили. И есть то, что вот эти вот металлические музыкальные инструменты, да, если так их можно назвать, какие-то лечащие, вы прикладываете к больному месту пациента, и музыку, мелодию, которая вот излучает этот вот, в кавычках, магический инструмент, да, он излечивает какой-то конкретный орган. Поэтому здесь как-то вот вопрос был о том, какую музыку предпочитает ваша душа. А мне показывают то, как вы лечите. И я могу предположить, что вот, ну, если вы так лечите, значит, и в вашей душе это комфортно. Если нет, и вы не практик, то поищите какую-то вот такую методику, технологию, где она есть, и попробуйте ее на себе, потому что у меня такое ощущение, что вот ваша душа прям, ну, просит вот это, да, какой-то вот сонастройка с чем-то таким. Здесь даже не в музыке дело, а в волнах, которые излучает сам инструмент. У кого-то есть боли, и вот именно вот это вот металлические волны, которые излучает, инструмент, он лечит. Здесь еще кому-то нравится, кому-то из вашей души нравится органная музыка. Не пианино, а именно, я не знаю, мне кажется, у католиков в церквях, да, есть, я не знаю, как они называются, вот орган, инструмент, на котором, допустим, играл Бах. И вот это вот какой-то духовный инструмент, или как они, духовые инструменты называются, ну, там, где есть вот это вот дыхание, да, воздух, выдавливание. Вот орган, как раз-таки органная музыка, вот она вам будет созвучна. Почему? Потому что она такая мощная. Это не пианино, такой-такой нежный, мягкий, а это вот именно такой вот достаточно мужской инструмент. Он красиво звучит, и прям, ну, душа, знаете, вот ощущение того, что ваша душа, вы, скорее всего, воспринимаете душу такую объемную, мощную, масштабную. Ну, то есть это вот прям здесь про размеры говорится. Если мы говорим про рыцаря жезлов, то здесь как будто бы музыку предпочитает душа, какую-то такую игривую, да, огненную, подвижную, не скоростную, а... Десятка пендаглей. Видно вам, да, или повыше поднять? Здесь десятка пендаглей, да, когда два привидения, скорее всего, дети провождают, да, потому что здесь ребенок точно, а здесь я не мог понять, кто-то постарше. Которая напоминает вам о вашей семье, либо о вашей цели. Вот здесь как-то это связано с семьей. Здесь знаете еще, какая музыка будет, которая нужна? Вот как будто бы здесь что-то, связанное с вашим родом. Как-то включает, либо вы, знаете, включаете какую-то музыку, и тем самым сонастраиваетесь с каналом вашего рода. И оттуда вы тоже можете черпать вот какую-то помощь. Потому что здесь все, что связано с родом, с семьей. Либо музыку, которую вы слышали, я не знаю, когда были маленькими, либо то, что нравилось, допустим, вашим родителям, вы как-то переняли. Что-то здесь есть какая-то связь с семьей, я не могу точно сказать. Здесь как раз такие четверка жезлов, но она тоже подсказывает про какой-то праздник. Либо то, что вызывает у вас состояние некого такого праздника, легкости. Вот у меня ощущение того, что не хватает легкости не потому, что вы тяжелый человек, а потому что в силу рода занятий своей деятельности вам не хватает какой-то легкости. Поэтому музыка, она вас как будто бы перестраивает немножко, чтобы вы ушли от серьезности какой-то, да, и вот пришли больше к легкости. Здесь 20-й аркан. Смотрите, да, как я здесь сказала, семья, а здесь я сказала краски 20-й аркан. Что это и есть как-то связанное с памятью. Это то, что выпадает на четверку жезлов. Это как-то связано с каким-то, знаете, завершением. То есть когда вы переходите от одного этапа к другому, вам в этом, вот здесь очищение, я говорю, происходит, то есть перерождение, исцеление, очищение, завершение. И мне это почему-то вот ассоциируется с практической стороной, да, почему-то больше к практикам идет. Если нет, то здесь просто, знаете, вот вам музыка важна очень в какие-то переходные моменты в вашей жизни. Не кризисные, а именно переходные. Когда что-то должно завершиться, и вот вы никак не можете принять какое-то решение, да, сложным вам дается. Так вот музыка вам в эти моменты, она помогает. Она как будто бы облегчает, да. Здесь вот почему-то мне идет облегчение какой-то вот тяжести, опыта. Когда надо сбросить какой-то негативный опыт. Когда надо оставить позади то, что уже, ну, уже умерло, да. То есть, ну, все, оставь и иди дальше. Вот здесь вот музыка вам в этом как-то будет помогать. Я не знаю, каким образом, но как-то так. Ну, вот и для троечек у меня, наверное, все. Колоду показала. Хотя есть обзоры на YouTube, да. Это была третья позиция. Вот такая вот у нее рубашка очень красивая. Здесь, кстати, окан влюбленных нарисован на самой коробочке. Надеюсь, расклад вам понравился, так же, как и карты. Благодарю вас за внимание. Благодарю Светлану за идею. Вы тоже можете писать в комментариях идеи для раскладов. Если они мне понравятся и будут мне созвучны в первую очередь, я захочу их сделать, то я, конечно же, обязательно запишу. И не забывайте, что в описании к любому моему ролику есть список раскладов. Зайдите, посмотрите. Там более 300 раскладов, чтобы вы понимали, потому что иногда пишем одно и то же, ну, то есть по-разному формируя запрос. Это и не хорошо, и не плохо. Просто я не люблю повторяться. Это вот связано с моими какими-то заморочками. Еще раз хочу вас всех искренне от души поблагодарить за то, что вы остаетесь со мной, то, что вы со мной взаимодействуете, комментируете. Мне очень нравится, как ваши энергии сейчас меняются, как вот произошел у многих из вас какое-то пробуждение, да, скачок. Если такого нет, то в скором будущем будет обязательно. Потому что если вы созвучны мне, и те трансформации, которые происходят у меня, они так или иначе отображаются в вашей жизни. Еще раз всех благодарю и до новых раскладов. Пока-пока!